И так, новая жизнь на Перекопском перешейке, который соединяет Крым с Украиной. Все поселки и города здесь стали приграничными. С местными жителями встретился наш корреспондент Роман Никифоров. Алло, начальник связи, общий сбор возле штаба. За 15 минут лидеры народной самообороны города Армянска могут собрать сотню человек. Дружина – дело сугубо добровольное, однако активисты откликаются даже ночью. Люди, свободное время, приходят сюда и обеспечивают охрану общественного порядка. И не жалко? Нет. Мы ради своих детей и семей. Нам неинтересно беспределы, какие-то нюансы, которые хотят прийти, нам кто-то навязать. Местный отряд был создан, а точнее самоорганизовался в смутное время после победы Майдана. Тогда ждали провокации, патрулировали улицы. А рядом со штабом появился пункт сбора гуманитарной помощи. В начале сбора вещей, сбора матрасов, одеялов, что нужно для утепления. Это старые куртки, все, чем можно утеплиться. Все эти вещи и продукты питания жители города несли для беркутовцев и бойцов самообороны, которые дежурили на блокпосту рядом с Армянском. Хотя никакого оповещения в СМИ не было, информация передавалась из уст в уста, собрали более чем достаточно, еще и лишние вещи остались. Сейчас их развозят по больницам. Ну а блокпост тогда только обустраивали, даже своего врача поблизости не было. Те беркута, которые стояли на Майдане, которые мои знакомые, они мне просто позвонили, сказали, Севилья, так и так, вот мы находимся на блокпосту, но у нас нет медика. Мы все простывшие, мы все заболевшие после Майдана. Они два дня побыли дома, приехали сюда. Севилья – медик по образованию, а по профессии – торговый представитель. На блокпосту провела три недели, работала бесплатно. Чтобы не потерять зарплату, ее муж Андрей все это время трудился за двоих. Севилья – крымская татарка, Андрей – украинец. Оба ходили на референдум. Вы в референдуме участвовали? Да, конечно. За что проголосовали? За Россию. У меня тоже так. Конечно, за Россию. За 20 лет, как бы, в Украине ничего хорошего не было. За вхождение в состав России в 25-тысячном Армянске проголосовали 95% жителей, пришедших на участки, а явка была высокой – 87%. Игра, игра, не разговаривай, да я дыша сном, а год, что на глазах я села сном. Начальник местного ОВД Александр Борисенко пока не знает, как представиться правильно. То ли подполковник милиции, то ли полиции. Атрибуты украинского государства в его кабинете уже убрали. Их место занимают атрибуты российские. Такой портрет можно уже приобрести. А сколько стоишь? Яблоку приобретал за 75 гривен. 75 гривен? Да. За последнюю неделю в Армянске не зафиксировано ни одного уголовного преступления. Основная работа сотрудников сейчас на трассе, ведущей на материк. Случаев ввоза запрещенных предметов пока не было, а вот вывозить пытаются. Например, эта «Волга» принадлежит воинской части. На машине сменили номера на гражданские и пытались перегнать ее на Украину. Или вот еще контрабанда. Это телефонные аппараты внутренней связи, которые были установлены на кораблях. Какие именно корабли, в настоящее время еще следствием не установлено, проводится проверка. По накладным это являлись товары народного потребления. То есть, на лицо сразу же идет и поделка документов, и явная пересылка совершенно другого товара, чем указано в накладных. А вот для местных предпринимателей закрытие границы – головная боль. Обивка, поролон, получаемая Одесса. Поролон обухов – это под Киевом. Комплектующие у нас пружинные блоки – кривой рог, черновцы – это ценные породы древесины твердые, это бук, дуб. Петр Станиславский вынужден временно прекратить производство своей мебели. Украинские партнеры возить материалы через блок-посты не рискуют. Впрочем, Станиславский тупиковой нынешнюю ситуацию не считает. Сейчас, в общем-то, многие предприниматели в Крыму рассчитывают на то, что легко не будет в ближайшие месяцы. Однако есть у нас уверенность в том, что со временем или стабилизируется это все, или вплоть до того, что будем переориентироваться на другие виды бизнеса. Вот в ближайшее время планируем с друзьями поехать в Краснодарский край для того, чтобы изучить потребность прежде всего в наших товарах, которые есть в Крыму, тут мы производим и пытаемся провести ценовую политику, изучим. А это уже другая сторона границы – Харьковская область. В полях вместо сельхозтехники – танки и БТРы. Картина на блок-постах напоминает российскую. Жители близлежащих деревень собирают продукты и вещи для пограничников. Матрасы, простыни, палатки, карематы, спальники, одноразовая посуда. Да, да, да. Осталось все, кроме шапочек. Значит, одеяло можно, матрасы можно привозить. Карематы. Карематы. Правда, одними лишь блок-постами украинские власти не ограничились. По распоряжению донецкого губернатора вдоль границы выкопали еще и траншею. Занимался мой брат. Мы прорыли вдоль практически всей границы траншею. Четыре метра ширины, два с половиной метра глубины и вал еще сверху два метра. И в тех местах, где наиболее опасные участки установлены огромные тетроподы. Поэтому наша граница не на замке, но обеспечена, ну я не имею в виду настоящего замка, но обеспечена достаточно для того, чтобы техника не прошла ни с этой стороны, ни с той стороны. Село Перекоп находится неподалеку от Армянска. Здесь живет около тысячи человек. До границы с Украиной каких-то пять километров. Она находится там, за домами. В советское время в Перекопе был процветающий совхоз. Плодородная земля, большие пастбища. Каждый день в город отвозили несколько автоцистерн с молоком. Однако сегодня от коровников остались только развалины. Землю раздали частникам, но и здесь дело не пошло. Дотации нет, цены на корм и горючее запредельные. Ольга Морозова когда-то держала свиней, около сотни баранов пришлось продавать. Были такие моменты, когда мы даже держали на поголовье и продавали поросят. Так было такое, что два продавали, третьего давали даром, дарили. А люди говорили, не надо, потому что его чем-то нужно кормить. Было и такое. На 30 сотках Морозовы разбили сад, но и здесь особой прибыли не получили. Хотели уже было уезжать в Россию, но теперь оказалось, что и уезжать-то никуда не надо. Перспективы, которые были, вырисовывались перед нами, ну они были абсолютно нерадужные. То есть вы сами понимаете, мы всегда беспокоимся о детях, где детям учиться, дальше как работать, как жить. Пенсионеры Перекопа уже получили первую пенсию в российской валюте. Размер пока прежний, украинский, от 3,5 тысяч рублей. Теперь ждут обещанного повышения. В своем приграничном статусе видят только плюсы. Некоторые даже мечтают, что село станет образцово-показательным. Я говорю, чисто тушим и было порядок. Само произволь. А не вот так, как будто сейчас в полице. Нет у хозяина насилия. Роман Никифоров, Ольга Соловьева, Оксана Джупуа, Роман Демидов и Алексей Рейкин. Программа «Вместе. Крым». Продолжение следует...